28 лет мне, никто не верит Значит, пришли мы с мамой вместе с такой проблемой Будем так говорить, что не очень хорошие с мамой у меня были отношения Не потому что там даже просто тупые конфликты А, ну, как-то вот, может, я где-то застряла в своем возрасте В таком каком-то детском Она явно тоже неправильно меня воспитала Никогда, но мы все-таки как-то стремимся с нею Стремимся Поэтому, наверное, и ходим как-то туда-сюда Но до этого мы ходили ко всяким таким эзотерическим товарищам Вот к этой Федоре ездили, вы, наверное, знаете Значит, к разным там экстрасенсам разным Я сама там астрологией занимаюсь Очень тоже я много там потерпнула для себя Ну, короче говоря, в любом случае эффект, ну, никакой, нулевой Я ходила к психологам обычным, ну, несколько раз у меня были, значит, контакты Но я была одна, и поэтому вместе мы хотели, чтобы они ее тоже послушали Что-то сказали, как бы, в том числе и о ней Говорю, мама, проблема не во мне, она не может быть во мне Ну, в общем, наверное, вот очень положительный момент именно в том, что мы... Так получилось, все совпало, чип мы пришли вместе Потому что если бы я пришла одна, ну, этого бы не было сто процентов Потому что вот он сказал такую важную мне вещь Учитывая, что он с образованием товарища Это все, ну, в любом случае это влияет Поэтому ты будешь его слушать не как человека с улицы Наверное, что у него вид такой внушающий доверие Вот это все сыграло свою роль Просто другой какой-то человек, любой Ну, он бы не подействовал, естественно, таким образом на меня Он мне сказал, что Макуха, короче, проблема не в тебе Проблема в маме Ну, я-то понимаю, что, как бы, ну, во мне тоже, да понятно Но не только во мне Вот этот момент очень... Вообще, наверное, ну, если он не единственный, как бы, ключевой Это один из ключевых моментов Он мне сказал, что проблема не во мне Я очень сильно оправдана, ну, крутяк, все Есть, значит, с чем, как бы, вообще, что делать Потому что если бы она была только во мне То мама стояла бы на своем И я бы была вынуждена считать И продолжать считать, что она, допустим, права Ну, вот это все не вписывается То, что происходит И то, что она права, это очень конкурерное понятие У меня они в голове, значит, в квартиру не складывались Ну, а так все, ладно Значит, ну, что мы сделали Мы ему вот это все рассказали там на занятии Так интересно, вот на вот приходит Я потом еще была Там тоже пришла мама с дочкой В общем, те, кто приходят новые Они высказываются у проблем Там что-то у них начинают уже люди там высказываться Нормально Мы пришли все на нас, значит, насели, стали спрашивать Короче, он говорит, вот хотите этот регрессивный гипноз Ну, хотим И вопрос, как бы, мы сразу с мамой думали, что мы вместе Значит, я, потом она Ну, в итоге, как бы, когда я ей рассказала, как это все происходит Она сказала, какая же жизнь, все, шарлотанство Тебе ничего не помогло Потому что она была уверена, что он должен мне мозги поставить на место Значит, объяснить мне, как я неправильно живу Какая она хорошая мама, ну, в таком плане Ну, ладно, нет вопросов Ты можешь, как бы, хотеть от него, что хочешь Вот он сказал мне так, конечно, проблема в ней Значит, сделали мы этот гипноз Ну, что я могу сказать Ну, у меня вопросы, конечно, остались по поводу того, что я там увидела Я не уверена, что это прошлая жизнь Ну, хотя, кто знает, это такое понятие очень Тут даже слова в языке ты не подберешь, чтобы об этом рассуждать Ну, не исключено В любом случае, что это оно Самое главное, что сюжеты, я так понимаю Человек приходит с запросом И сюжет, к которому он приходит, он, ну, коррелирует с его проблемой Вот это однозначно То есть, очень, как бы, все коррелировало Думаю, нормально, значит, есть контакт Что, вот еще такой момент Он мне потом, значит, провел меня там через смерть Значит, я там разговаривала, типа Ну, не разговаривала, а как-то контакт с Творцом там налазит Там тоже левали, будешь у него что-то спрашивать Я говорю, вообще-то не надо мне Там находясь, мне трясет Такая интересная обстановочка была Я понимаю, что я, как бы, там, вот где Ну, за жизнью, где там этот Творец и все дела И я, как бы, тут, я же все понимаю Очень такое, ну, как в обычной жизни осознание Но меня все трясет Ноги вот так вот Я все колочусь, я это все наблюдаю Думаю, интересно, почему же меня колотит Ну, именно потому, что я должна быть и там, и тут И, как бы, связь с телом как-то нарушается Ну, вот, я же это не придумала Меня колотило, это записано на камеру На мою собственную камеру, мой телефон То есть, я же, как бы, мне не показалось Меня трясло все время И когда мне верну, мне резко перестало это стик В общем, значит, с этим Творцом Он мне говорит, ну, будешь вопрос спрашивать Там секретную, там, ночь, комбинацию Он мне там, мы такое ввели Ты когда будешь, значит, это все делать Там набор, значит, действий Будешь спрашивать Я говорю, ну, вообще-то, как бы, мне не надо спрашивать Я говорю, такой товарищ, что я У меня такое чувство, что я и так все знаю Оно было и до этого Ну, вот, там Ну, лишний раз еще я подтвердила Ему, главное, это говорю Там, в гипнозе, что Вообще не надо мне спрашивать и получать ответы Я, у меня такое чувство, что я знаю Просто все, что там знает он Все это знаю я Вот, ну, меня, конечно, потом Порадовало то, что я, ну, будучи В общем, в этом состоянии Такое же придерживалось мнение, как и в обычной жизни Вот, значит, никаких эффектов Я не почувствовала по факту Потом, когда мы вышли Там бывает иногда Вот, человек, что-то происходит Или, может быть, даже людям, скорее кажется Они ждут, что резко в один прекрасный момент Щелк там у них Жизнь поменяется Она не меняется в один день Ну, думаю, может, не подействовала Ну, ладно Где-то, наверное, спустя уже недели три И я начинаю въезжать, что происходит событие однотипное Как и до этого Но реагирую я почему-то по-новому И очень как-то легко идет совершенно новая реакция С мамой мы ругаемся Я раньше думала У меня такое было, как бы, ну, чувство, что я должна обидеться Ну, не то, чтобы я должна А, ну, как это я вообще, ну, могу Надо мной вот это издевательство происходит Мне надо как-то, ну, меры принять Показать, что так нельзя вообще со мной себя вести Что ты видишь, ты вот это все делаешь В итоге, блин, твоя дочка сидит Ну, как бы, жизнь у нее не движется Потому что ты постоянно наезжаешь на нее То есть, ну, не надо Вот у меня была такая вот реакция Что надо ей показать, что она вообще творит Когда она на меня наезжает Потому что я потом сижу, неделю отхожу от этого Не могу ничего делать Жизнью своей не занимаюсь вообще Значит, она потом возмущается, что я неделю сижу Ничего не делаю Начинает опять Опять! Еще неделя Вот я досидела, блин Ужас, сколько лет То есть, ну, как бы, что-то делаете Но однозначно это не то, что должно И то, что мне хотелось бы, чтобы у меня происходило Но я была в этом, как бы, таком состоянии Таком реактивном Я своей жизнью не руководила Вот это вот важное понятие Насчет руководства своей жизнью Оно, вот оно теперь пришло Блин, так интересно Я рассказывала своим знакомым Говорю, прикиньте Вот вы не руководители своей жизни При том же вы думали, что вы ею руководили Но нифига вы думали Вы ею не руководили И только теперь я понимаю, что вот оно пришло Новый уровень И словами Очень это глупо звучит Я понимаю, что ты руководитель жизнью? Что это вообще такое? Скажут Что за эффект? Ну, этот цитальный эффект, который я чувствую Просто вот такие вот слова к нему Других не подберешь Ну, извините А как с мамой? С мамой? Вот как с мамой Я ей, значит... Я просто не ведусь теперь на этом На ее... Куда мне... Как-то маленькая Отлично, очень хорошо Значит, я просто не ведусь Она начинает мне говорить там Ну, как обычно Я понимаю, что если я буду вестись Я просто выпадаю Из своей жизни И мне не надо это делать Потому что как бы теперь Вот оно на меня снизошло Вот это вот мои дела Вдруг как бы они... Ну, реально... Наверное, я просто понимаю, что я могу теперь ими заниматься Потому что раньше все было через призму Если мама, ну, что-то говорит мне Ну, она даже не говорит Она просто скринется Вот что ей, давайте, мне нравится Ну, как бы все Я уже не могу Я не буду это делать Не потому что я такая там слабо... Может быть, вот у нее с детства Наверное, такая была реакция на все Не просто там Я родитель Ну, я не под... Ну, я вот мне не нравится Я как личность Я бы так не делала Она реагировала Что мне больно Мне плохо Когда ты не делаешь так, как я хочу Это все, естественно, не специально Человек... Ну, она относится к воспитанию Со всей серьезностью С ответственностью Молодец! Мама у меня вообще... Ну, хорошая Очень мне повезло С родителями С мамой и с папой Супер! Ну, я вот такой товарищ Наверное, тонкой душевной организации Я реагирую не очень на это адекватно Неправильно И получаю, как бы, вот такой результат То есть Такая у меня сформировалась, как бы, я так понимаю, реакция Что вот ей больно и плохо От того, когда я делаю Что-то не то Вот как она считает правильно Что должен вот этот ребенок себя вести Да, адекватную реакцию Выдавать на ее воспитательные меры Я думаю, блин, ну, ей плохо И вот у меня какое-то к ней сострадание И я не делаю Да? По-своему Так, естественно, как бы нельзя Ребенок должен делать то, что ему Ну, в рамках, ну, в любом случае Как-то руководить вот своей жизнью Вот этот момент сильно буксовал Ну, вот я говорю, я сейчас просто не ведусь И оно пришло ко мне вот недели через три После всего этого дела Чик, очередной раз я понимаю Блин, то есть уже как-то вот это вот понятие Что я как-то руковожу Оно пришло незаметно очень И в этот момент, когда вот очередная эта проверка Я понимаю, все, я не буду сейчас Если я сейчас обижусь на нее Этот весь негатив на меня Я буду неделю как бы обтекать Образно говоря, я не буду это делать Потому что мне некогда Ну, блин, вот все У меня есть дела, которыми я буду заниматься Я не могу неделю выпасть кого из жизни И я чик-так и не приняла все это Думаю, да ну, вот все Раньше я не могла защищаться даже Я понимала, что надо как-то хоть стеночку поставить от всего этого Ну, нет Ну, как же мама Ну, ей будет больно, если она это все получит в ответ свое В общем, как бы стали мозги на место Что я нужна руководить Я потом думала, почему это Потому что не было же такого Ну, такими категориями мы там не рассуждали во время сеансов Наверное, он просто говорил мне Вот все будет как бы у тебя там в организме как-то правильно Ну, уже под конецом, по выходу Как-то будет все улучшаться, самоорегулироваться Ну, и вот я могу только предполагать Что вот эти слова грамотно так зашли мне куда надо Именно, возможно, что он их говорил Потому что вот товарищ, который мне внушает доверие Ну, и вот как бы все совпало Время такое подходящее Там у меня транзиты хорошие на этот год Вот, ну и вообще Именно на это время В общем, все четко И я поэтому вот так вот как бы отреагировала Это был первый звоночек Я когда не стала выпадать в обиду, как обычно Думаю, ну нифига, мне просто некогда этим заниматься У меня есть свои дела Ну вот Потом я стала, значит Я раньше как бы рисовала Но я с детства рисую хорошо очень И мастерство это растет само с возрастом Я хожу, просто смотрю, допустим, на картины чужие Ну, куда-то там в музей Вот люблю это все Я просмотрю на них И оно растет само У меня получается там Чик, вдруг выдам что-то обупенное Но я никогда никому их не показывала Маме покажу Она, ну да, круто Ей как бы нравится, все нормально Но при этом Ну уж я не знаю Какую там реакцию я ждала подсознательно Какое там одобрение Ну, в общем, явно что-то не Что-то такое, чего я в итоге не получала Она и не должна была Что-то там выдавать Я должна была просто сама знать Это хорошо, надо пойти И это показать И вообще можно заниматься этим Как-то на каком-то другом уровне Профессионально В общем, я взяла Выложила в интернет, что это Чудо вообще Я никогда бы этого не сделала раньше Я сидела, у меня был непонятный тормоз Потом я уже роман стала писать С тех пор Чтоб я стала писать роман Но я стала его писать До этого, когда я через месяц пришла к ним в клуб Поделиться результатами Еще тогда романа не было Вот он уже есть Он уже начался Я в шоке пребываю от себя сама Маме я не буду показывать Его в процессе Потому что, ну вот раньше Я бы показала в процессе Отношения нормальные Лучше даже Ей пришел сон Очень классный После этого Я вообще раньше думала Ну блин, родители видят сны Своих детях, наверное Возможно Я так предполагаю Что-то Чтобы им как-то стало понятнее Кто у них там Да, родился Но она говорит, что первый раз Она увидела сон Ибо мне Ей там объяснили Откуда до оттуда Как она говорит Ну мы с ней по снам И я, и она Есть все это Канал Какой-то такой То есть она восприняла Все это Серьез Все как положено Мне рассказала То есть И она Я уже не буду вдаваться Подробностей Но ей объяснили Что я, короче Не надо Все хорошо со мной И она очень как бы По-другому стала ко мне Я думаю даже Что этот сон Ну реальность Это же такая штука Как бы ничего нет Там материя иллюзорна Все дела То есть то, что происходит С ней Это вот Все это отголосок Моего нового состояния Ее надо было Как бы чем-то успокоить Вот ей этот сон Как бы пришел Вот она Совсем, короче Теперь спокойная Думаю, не будет Ну не то, что там Страх какой-то У нее передо мной Но однозначно Все, не надо Не надо мне вообще Встревать Как бы в нее Я не Существо другого Как бы порядка Я не буду Вообще Связываться Вот, наверное Я думаю Такое у нее Сейчас Понятие Обо мне Ну и вот Что не происходило Все Как у всех Все нормально И как все родители Воли хотели видеть Видать продолжение себя То, что не реализовалось У них В жизни Своей И все То творчество Которое Есть у Воли Художественные Музыкальные Спортивные Достижения Они каким-то образом Пытались Воткнуть По-другому Сказать В диплом В тот диплом Который нужен был им Но не ей И Это не говорит о том Что плохо Они хотели что-то сделать Или желали И чего-то такого Дурного Нет Они Абсолютно были уверены Что именно так Она должна быть Что это ее счастье И она должна реализовать себя Именно в их направлении И когда это мешало Ольге чувствовать себя Счастливой И может быть довольной Даже не счастливой Это слово такое емкое Довольной У нее не получалось Так как она не могла Все это Засунуть в то место Куда направляли родители А так все хорошо Что происходило с ней вникнуть? Что произошло? Какой механизм сработал? Это наверное она знает ответ Только она может знать ответ Я проводил обычную теку Ничего Чего-то мудреного Ну и естественно Были беседы Объяснения Какая реакция Что это реакция ее Что не надо пытаться Маму исправить Папу исправить Надо исправить себя И тогда все получится И тогда все получится Тогда раскроется все Что внутри есть То, что ты хочешь развивать А родителям скажу Что больше показывайте Больше рассказывайте Какие есть возможности Своим чадом И позвольте им взять Ответственность на себя За их выбор Тогда они будут Более осознанно Они будут понимать Что они творят в жизни Они просто проживают Чью-то жизнь Классные Я всегда У меня была проблема Значит с аллергией Вот А в августе Особенно все лето И особенно август Я все в соплях На супрастине Сижу С самого детства Я в этом году Первый раз в жизни Я не пью супрастин Реально Вообще не пью Вот я пью воду И говорю себе У меня аллергии нет И все И у меня нет аллергии Первый раз Это началось Если это лет 6-7 Я даже помню момент Я так предполагаю Я там уже провела исследование Почему он начался И когда С маминой подачи Естественно Ну вот так у меня записалось И я вот Мучилась все эти годы От аллергии Вот этой поленос Ну как бы Вот такое вот дело Вот ее нету Чик Потому что Вот мне удалось То есть очень Круто Что ты После этих Значит Занятий Понимаешь Что Что это такое За состояние Возможно Многие люди Думают Что да Я вот что-то Такое могу Куда-то я там Выпадаю Но они не представляют Себе глубину Они думают Ну как это Наверное В глубоком гипнозе Надо вообще Там просто упасть Мешком на пол Да Как в приходе Там полежать И стать другим человеком Вот это гипноз Нет нифига подобного Вот я хоть Прямо сейчас в нем Ну как-то так вот Чик Что-то так переключается И я в такой сижу В такой пространстве Легкой Да Ну есть Вот это То есть очень хорошо Что я поняла Что это да Да это оно Со мной происходит Постоянно И нам надо Это использовать И не просто Там Выпал И потом И потом Вернуться назад Нет Она сделала Она добилась Это самое главное А какая мистификация То что она думала Неверно То что она думала Что Мама Так делала Это я на сглова Ей уши отморожен Вот и все Все что происходило Поэтому потихонечку Все становится На свои места И Коля так же Взрослеет И уже Своим детям Я не думал Что она будет так На рисунке Говорит Что это Мозилки На пение Говорит Что у тебя Голоса нету И тараканы Бегут Надо поддерживать Развивать Увидеть Все Хорошей Барнии